185 лет назад, 14 сентября, в османском городе Адрианополе Россия и Османская Ампиря подписали Адрианопольский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. Сотрудники Анапского краеведческого музея совместно с администрацией города проводят акцию. Из городских и сельских школ приводят учеников на экскурсию в музей в зал воинской славы. После школьников в очереди в музей студенты средних и высших учебных заведений. Мы рассказываем постепенно о том, что было в Анапе за долгие годы ее истории, в частности, история русско-турецких походов, вот 185 лет со дня подписания мирного договора Адрианопольского. То есть по этому договору Анапа вошла в состав Российской империи, не только Анапа, а все северо-восточное побережье, стала принадлежать Россия. Согласно договору, Россия возвращала Турции все территории в европейской части, занятые в ходе войны, за исключением Мустья, Дуная с островами. К России переходило все восточное побережье Черного моря. Также в зале воинской славы школьникам рассказывают о Великой Отечественной войне, об освобождении Анапы от немецко-фашистских захватчиков. По словам экскурсовода Светланы Рожковой, больше всего ребят интересуются коллекцией оружия, чаще и дольше задерживаются у картины «Турецкая крепость Анапа», рассматривают боевые награды, вещи и предметы с военных времен. Проводить акцию в музее будут весь сентябрь, а 12 числа в Центре культуры Родины пройдут военно-исторические чтения на тему 185-летия подписания Адрианопольского мирного договора. Всех желающих анапчан и гостей курорта приглашают на конференцию.